В ночь с субботы на воскресенье, а именно с 31 октября на 1 ноября, в Европе будет праздноваться Хэллоуин. Нарвская молодежь также решила отметить это событие. Например, в ночь на воскресенье состоится очередная игра, проводимая создателями проекта «Бессонница. Городская игра». Подобная в нашем городе проводится уже не в первый раз. О том, что это за игра и что именно будет происходить на Хэллоуин в Нарве, мы поговорили с организаторами игры Дмитрием Семеным и Семеном Припечко. Игра протекает таким образом, это ночная игра. Каждая команда получает задания, всего 7 заданий в нашей игре. И по ходу игры они находят скрытые коды, которые позволяют им перейти на следующий уровень. Кто может принимать участие в них? Принимают участие все желающие, кто хочет, которые зарегистрировались или как-то дали о себе знать, что они будут играть. То есть это игра для молодежи в Нарве. У нас играют игроки от 18 лет и в принципе нет ограничения возраста. Кто хочет, тот играет, кто активный. А почему до 18 лет ребята не могут принимать участие? Ну все-таки игра ночная. Некоторые родители могут быть против того, чтобы ребенок ночью где-то бегал по каким-то заброшенным зданиям. И чтобы исключить какой-то такой риск. То есть играют те, кто могут отвечать за свои действия. Скажите, пожалуйста, вот эта вот игра, которая на Хэллоуин у вас будет организована, что она будет из себя представлять? Ну игра на Хэллоуин будет кастомизированной игрой. Все будут в костюмах, потому что это праздник. Как бы у нас будет небольшая созделана легенда. То есть команды будут следовать определенному сюжету, про который я сейчас говорить не буду, потому что это все-таки должен быть сюрприз для команд. Там будет много заданий с НПЦ. Это неиграющие персонажи, которые поставлены на места, где будет проходить игра нами, для того, чтобы увеличить интерес, увеличить удовольствие от игры. Первая игра у нас прошла 23 мая в этом году. У нас уже прошло 7 игр с тех пор. И каждая следующая игра была лучше и лучше предыдущей. Мы начинаем использовать более какие-то интересные шифровки, какие-то инструменты, которые позволяют разнообразить игры и делать их действительно очень интересными. Как активно нарветяне вообще принимают участие в этой игре? Ну активность нашей игры все время растет. Начинали мы с 3-4 команд. Сейчас у нас уже стабильно 9-10 команд играют. Есть приезжие команды. В эту субботу две команды из силами, одна команда из Нарваису участвует. В дальнейшем планируем проводить игры дальше по Ядовируму. Начнем с силами. В среднем 50 человек мы сейчас имеем на каждой игре. У нас платное участие в игре. Команда платит взнос 50 крон с команды. И это и есть наш бюджет. Чем больше команд играет, тем больше у нас бюджет и тем лучше подарки. Но хотелось бы уточнить, что все-таки игра не коммерческая. То есть мы на этом ничего не зарабатываем. Мы делаем это в свое удовольствие. И взнос 50 крон с команды это именно для покрытия затрат наших на организацию игры и для каких-то символических подарков для команд. Те, кто хотел бы присоединиться к вам, как могут это сделать? Вся информация есть на нашем сайте narva.rpg.ee Там можно узнать о предстоящих играх, там можно посмотреть прошедшие игры, там примеры заданий, чтобы немножко понять логику игры. Там же есть фотографии, там есть форум, на котором можно общаться и с организаторами, и с другими игроками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова